Константин, ну ты меня безбожно поймал, конечно, я всё понимаю. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я вам хочу представить очень интересного человека. Это Чеслов. Чеслов занимается коллекционированием грампластинок. Он не просто коллекционер, он занимается коллекционированием всю свою сознательную жизнь. Итак, я передаю слово Чеслову. Да, здравствуйте, дорогие друзья. Я Чеслов Александр Дубенский, живу я в нашей солнечной Валенсии, в Испании. Всю свою действительно, как Константин сказал, сознательную жизнь я посвятил своей коллекции граммофонных патефонных пластинок. В основном ориентированы они на 20-е, 30-е, 40-е годы. У меня также есть граммофон, которым я очень дорожу, мне очень нравится. И мы хотим, конечно, об этой замечательной коллекции, которой я посвятил 40 лет своей жизни, поделиться с вами, сделать с Константином серию прекрасных роликов. Я надеюсь, вам будет интересно. И для того, чтобы ознакомиться непосредственно с этой коллекцией, я хочу пригласить вас в свою квартиру. И мы там будем уже с вами рассматривать эту коллекцию именно вживую. Спасибо вам большое за внимание. Ну что, пошли смотреть коллекцию. Да, вот рад наконец приветствовать вас у себя в гостях. Вот хочу познакомить вас со своей коллекцией. Моя коллекция насчитывает около двух с половиной тысяч пластинок. Это пластинки преимущественно 20-х, 30-х, 40-х годов. Ориентирован я на польскую тему. То есть это польская музыка 30-х годов, шикарная музыка. Советская музыка также 30-х, 40-х годов. Обратите внимание на мою гордость. Это граммофон 1923 года. Ему исполнилось 100 лет в этом году. И я собираю эту коллекцию где-то с 10-12-летнего возраста. Это мой главный интерес в моей жизни. Я надеюсь, что наши ролики вам в дальнейшем зайдут очень хорошо. И вы будете рады им. Вот столько много коробок. Откуда они и что они? Сейчас мы узнаем у Чеслова. Чеслова, расскажи-ка нам, пожалуйста, а что у нас за коробки тут другую? Да, дело в том, что эти коробки проделали очень долгий путь. Это еще не разобранные коробки. В них еще совершенно сырые пластинки, образно говоря. Они пришли из России. У них был очень-очень долгий путь, очень трудный. И замечательно, что они не побились в дороге. Это добавило бы мне стресс, если бы они были в ненадлежащем состоянии, но дошли они благополучно. Я их буду рассортировать, я буду систематизировать их, делать для них новые конверты, вдыхать в них новую жизнь, мыть, соответственно, эти пластинки и приводить их в соответствующий порядок. Ну, ты нам покажешь, как ты будешь мыть? Да, конечно. Это безусловно я вам покажу. Ну, на скидку давай хотя бы конверты. Хорошо, пожалуйста. Показывай. Вот, смотрите. Здесь находятся у нас пластинки. Они находятся, я покупаю для них файлы для бумаг твердые. Делаю для них сам собственноручно обложки из такого полукартона. Вот, представляете, какие они все-таки изящные у меня получаются. В них уже помытые и совершенно девственные пластинки. Они хранятся у меня уже систематизировано, в каталоге они все занесены. И также, Константин, обратите внимание, они уже кладутся в ящики. И здесь на них будут подписываться уже исполнители, оркестры и всевозможные инструментальные ансамбли и все прочее. Честно, я, конечно, не знаю, но у меня к тебе такой вопрос. Вот ты держишь пластинку в руках. Да. А кто-то мне рассказывал, что пластинки нужно брать именно в перчатках. Да, ну на самом деле... А, поймал? Константин, ну ты меня безбожно поймал, конечно. Я все понимаю, что это так, да. Это мой грех огромный. Ну, действительно, каюсь в этом. Просто перчатки находятся сейчас в достаточном отдалении от меня. Я не могу их сейчас искать. Ну, иногда я могу себе позволить такую человеческую слабость взять их руками. как любимого человека. Не, ну вот скажи так вот, честно говоря. Это стоит, да, все-таки в перчатках брать? Я считаю, что это стоит абсолютно брать. Потому что если вы берете постоянно пластинку голыми руками, а на руках у нас, как вы сами знаете, всегда присутствует жир. И когда они соприкасаются с руками, на них остаются жировые пятна. Понимаете, это и не эстетично, и для пластинки это плохо. И с точки зрения гигиены. Поэтому я увидел очень хороший ролик в интернете, где один человек из Польши как раз показал мне этот блестящий пример. Это шикарно. Я могу брать пластинку, например, в перчатках. Как я ее хочу? Не только за ребра. Обычно коллекционеры, видите, вот так они за ребра ее берут. Но это очень трудоемкий процесс, и это очень как бы проблематично. И лучше я буду брать ее полными руками, но с перчатками. Я могу ими манипулировать с пластинкой как угодно. Ну вот, в принципе, вот так вот это все аккуратно происходит. Ну, дело в том, что, понимаешь, Константин, это дело очень трудоемкое. И каждый коллекционер, понятное дело, что он стремится к тому, чтобы вложить свой труд и свои какие-то усилия. Если безалаберно относиться к своей коллекции, это все-таки мои дети. И, естественно, нужно к ним относиться с уважением, так же, как к любому человеку из нас. И смотрите наши ролики. Я думаю, будет вам интересно. В дальнейшем темы пойдут еще более познавательные. Опять же, ну нет, не так. Еще раз. Отлично.